Шерон говорила, что хочет продолжать поиски мироходцев. Звать Джет Беринг. Сегодня должен выступать в парке. А вы случаем не из какого-нибудь другого мира? Чё? Вы... Вы как догадались? А, блин... Обалдеть, предыдущая серия это просто нечто. Домик сбежавшего Престона, картины Престона, поломанный скрип Чеда и концовка, в которой двух моих соседей уносят на диагностику. Что? Короче, прямо сейчас мы подключимся к глазам Дилана и узнаем, что там происходит на самом деле, чёрт возьми. А вообще, всем привет, дорогие и друзьям. Я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! И снова всем привет, дорогие и друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю. Реально, сезон, в котором мы подключимся к зрению. Да-да, господа и дамы, мы с Диланом идём вабанг. Либо получится, как говорится, либо нам всем полная задница. Отправив сигнал бедствия, Дилан специально отчет случайно. Все вместе мы легли спать. И тут в кромешную ночь заходят они, уборщики. Берут моего соседа Дилана, уносят, сосед успевает мне подмигнуть и бам, продолжение следует. Уф, блин, сейчас чё-то будет, чё-то точно будет. Надеюсь, через зрение Дилана мы узнаем больше, чем просто о том, что автоматоны существуют и ходят по городу. Короче, начинаем через 3, 2, 1. Так, ночь. Сразу обращаем на это внимание, ночь. То есть, получается, это серия прямое продолжение предыдущей. Новый смс, здравствуйте. И давай сразу проверим, сколько времени. Два часа, йоу. Получается, мы уснули, Дилана унесли, и я тут же встаю. Все, Дилана унесли, а Чед, а Чеда тоже унесли. Карла при этом оставили. О, боже мой, у меня прям микропаника какая-то нарастает. Что такое тут? Заготовленное смс, Дилан. Эй, ло, это заготовленное смс. Когда уборщики заберут меня и Чеда, удостоверься в своей безопасности. Проверь, закрыта ли дверь. Если нет, то обязательно закрой. Только если уверен, что все спокойно, включай компьютер. На столе рядом лежат наушники. Надень их. Так ты сможешь меня слышать. Когда надел, врубай приложение в центре экрана. Это приложение даст тебе доступ к моему зрению. Как получишь доступ, напиши какое-нибудь сообщение в чат приложения. Это важно. Ладно. Так, хорошо. Закрыть двери. Я там видел дверь открытую. Окей. Закрыли. Вот это тоже. Наверное, вот это не обязательно. Вот это 100%. И поехали. Что у нас тут имеется? Корзина. То, что лучше не открывать. Я не могу это, кстати, открыть. И мне нужно вот это. Дилан Ремоут. Удаленный доступ к Дилану. Поехали. А, это получается вот. Ой, мне что-то написать надо. Ба-ба-ба-ба. Я тут. Опа. Вижу твое сообщение. Так. Сейчас предоставлю тебе доступ к своему двигательному аппарату. Окей. Давай. Ну? Что, как оно? Чувствуешь себя как в компьютерной игре, да? Хе-хе-хе. Я вот чувствую. Видишь карту у себя в углу? Да. Получается, да. Я что, сам себе пишу? Если что, я не могу смотреть на карту и при этом двигаться. Мне нельзя терять бдительность. Поэтому тебе сегодня придется быть моим штурманом. Для начала, Ло, было бы неплохо понять, где мы находимся. Сори, тупые уборщики не изобрели интерактивных карт, поэтому метки никакой не будет. Я подозреваю, что на этой карте мы где-то... Ммм... В правом нижнем углу, да? Нам нужно в центр управления. Вот, я тебе его отметил. Давай постараемся никому не попадаться. Хорошо. Боже, как это круто! Так, ноутбук. Угу, нельзя, понятно. Чет. Сейчас, главное, если мы выйдем, то нужно сохранять бдительность. О май гад. Ну, поехали. Чет. Да, развелось здесь этих уборщиков. Вот бы они убрались отсюда. Хе-хе-хе. Убрались уборщики. Да, смешно, Дилан, смешно. Чет. Чет! Боже, ради чет. Ну, ты серьезно? А, ну, его, наверное, отключили, поэтому как мы его? Никак. Так, смотри. Ученый, получается, идет сюда. Далее мы проходим здесь. Нет, мы не проходим здесь. Мы идем сюда. И, судя по всему, если мы сейчас пройдем вперед... О боже. ...то мы пройдем в верхний отсек. Я правильно иду, да? Да, 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 вот она дверь. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Вот она дверь. Проходим. Тихо. Ученый идет. Ладно. Спрятаться я не могу. А, куда ты идешь? Куда? А? Бога ради, куда? А, все, 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 повернул. Так. Тихо. Нет. А! Нет! А! О! А! О, господи! Боже мой! Ха-ха! Паника, стелс! Угу, отлично. За этой дверью начинаются офисные помещения. Туда автоматонов вообще не пускают. Так что совсем нельзя попадаться, совсем. А, понял. Тихо. У-у-у, как это было близко. А, слушай, Ло, нам точно в эту сторону. Откуда я знаю? Да, наверное. Да. А, это, видимо, не важно. Тихо, тихо, тихо! Я вот просто боюсь этих красных линий, даже через это, даже через стены. Да, бляха, муха, как это реально сложно. Это самая жесткая стелс-миссия за все сезоны, я клянусь. Так. Нет, 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 мы тут пройдем. Все, все, все хорошо. Вот, 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 вот. Да, все правильно, все правильно, все правильно. Не иди сюда, пожалуйста, иди. Да куда ты? Бога ради, а. Ну, бога ради. Они реально меня не видят? Их поле зрения такое маленькое. Это так странно, если подумать-то, да? Тихо. Боже, как это было близко. Все, идем. Так, сейчас налево. Стоп, что? О! Что это? Боже, куда я пришел? Я теперь... О, чувак, это центр управления. Нам сюда. Так, хорошо, ладно. Я не понял, что я сюда пришел, но... Раз уж пришел. Сел как свой прям. Так, так, так. Посмотрим. Да, слушай, это должно сработать. Сейчас еще. О! Кажется, я нашел. Ты же не думал, что это будет долго, да? Стоп, погоди. Что? Это ошибка какая-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Черт, нет, это реально. Чувак, знаешь, у кого в коде есть такой же фрагмент? Ну, этот. GDH. У Джены. А по остальным при этом пусто. Только у нее. Остальные выглядят абсолютно стандартно. Что за... Так, ладно. Надо возвращаться, пока халатики не пришли проводить мне диагностику. Думаю, ты можешь уже отключаться. Дорогу я запомнил. Ложись спать, Ло. И не подавай вида, что что-то видел, понял? Ладно, да, я понял. Ага, то есть, получается, этот... Так. Ну-ка, давай посмотрим, что у него. Эх, блин, знаешь, до меня тут дошло. Надо бы сказать, чтобы этот сарай с картинами уже снесли. Еще двое на него наткнулись. Ну, обалдеть теперь. Окей. Короче, что я хотел сказать. Вот этот программный код GDH, скорее паттерн, который состоит из программного кода, он находится не у всех автоматонов. Вот что мы поняли. Ну, ладно, ложимся спать. Сейчас у нас 2 часа ночи, это поздно. Доброе утро. И... И вот. Вот так это происходит на самом деле. Поспал и даже не заметил, как какого-то автоматона твоего соседа увезли в подвал. М-да. О, и Чет тут как тут. Карл тоже. А сколько времени? 6.03. Да, получается все спят. Мне вот интересно, а Дилан, он в итоге будет помнить или нет? Самое главное дождаться примерно 6.30. В это время они встают. Я очень надеюсь, что я прав. А пока что погнали наверх. Обязательно прокачиваемся. Про это тоже не забываем. И по-моему, прямо сейчас у меня будет уже 55 ремесла. Я очень надеюсь, что прав. Да, 55 уровень. Сюда. Отныне и навсегда я могу полностью создавать железную броню. Ох, как же мне это нравится. Также прокачиваем алхимию. Давай. А, вот. Лабораторная оконченная. Давай, и опыт, и опыт давай. Ладно, в любом случае, время уже 6.31. Пойдем проверим, встали или нет. Дилан. Опа. Встает. Привет. Доброе утро. М? Дилан? Ой. Ло. Опять ты за свое. Что? Дверь не закрыл, что ли? Да-да-да. Короче, этот паттерн повторился и у Джены. Знаешь, какой-то сомнительный выбор. Даже неприятно думать, что у нас есть что-то общее. Но это не отменяет того факта, что нужно с ней поговорить. И, знаешь, Ло, этим заняться лучше тебе, что ли? Мы с Дженой, сам знаешь, не очень ладим. И будет странно, если я буду ходить за тобой хвостиком. Так что давай там, помоги волонтерам, сделай что-нибудь, придумай, в общем. Главное, выловить Джену и поговорить наедине, без лишних глаз. И, кстати, я попытался поискать инфу о том, как уборщики попадают на остров, или хотя бы где мы находимся географически, но в центре управления данные только об автоматонах. Чёрт. Ладно, давай, пиши Джене. Ладно, так, подожди, у меня два задания обновилось. Задание, задание. Хм, у Джены есть такой же кусок кода, как и у Дилана. Интересно, что это значит? Дилан прав. Мне стоит поговорить с Дженой. Надо ей всё рассказать. Думаю, в волонтерском центре получится улучшить момент и поговорить наедине. Хм, ну ладно, ладно, это мы сделаем. Но, я вот что ещё допёр. Наш персонаж, как лоу-ложка, он же не знает, что такое GDH. Он при этом даже не знает, что это Джон Дэйви Харрис. Потому что, когда мы видели этого Джона Дэйви Харриса, у него в чате были вопросики. Так что, да, наш персонаж даже не понимает, что речь об этом оранжево-шарфовом. В любом случае, у нас обновилось задание «Таинственный подвал», автор Дилан. Эх, блин, Дилану так и не удалось выяснить, как уборщики попадают на остров. Непонятно, где нам теперь брать эту информацию? У самих уборщиков, что ли, спрашивать? Хм, а ведь это, ну, типа, прикольная идея, разве нет? Если мы будем в роли учёного и поговорим с уборщиком, ну, типа, не палясь то, что мы подставное лицо, то, возможно, мы сможем что-то узнать. Вот так вот. А вообще, доброе утро, ребята. Привет, Карл. Да, Ло, привет, доброе утро. Ой, погоди, ты, ты что это? Ты вообще спал этой ночью? Ой, выглядишь уставшим. Ой, Ло, здоровый сон – это главное для организма. Нельзя же себе перегружать. Ай, блин, всю ночь, наверное, учился, да? Учёба важна, это правда, ну не во вред себе. Наоборот, недосып может плохо сказаться на твоей успеваемости. Всё, запомни. А я пошёл умываться. Хм, единственный, кто ничто не подозревает. В целом, как и Чет, скорее всего, потому что он ничего не помнит, да? Хм, как же хорошо. Чувствуй себя как новенький, блин. Сон явно пошёл мне на пользу. Ого, а вот ты... Слушай, а вот ты выглядишь каким-то невыспавшимся, что ли? Долго пробыли в лесу после того, как я ушёл? Мм, то есть ты не помнишь тот домик, да? Тебе информацию про дом стёрли? Ну, давай-ка скажем... Нет? А, вот как. Блин, слушай, я вообще хотел извиниться, что вчера так резко ушёл. Мне стало не очень хорошо. Ты, наверное, сам видел. Но сейчас я чувствую себя уже намного лучше. Так что не беспокойся. Ага. Ну, короче, мы понимаем то, что он вообще ничего не помнит про ту сторожку, про тот домик Престона. Следовательно, картины и даже картину с автоматоном он тоже не помнит. А у Дилана такое стереть не смогли. Смотри-ка, поговорить не можем, понятно. Проверяем сразу же акции. 105. О, оно в моменте 120 стоило. Так, ладно, 105 это в любом случае неплохо. Это не 89. Я продам 50 акций. Это в любом случае в плюсе, потому что 100 акций я купил по 89. Всё, совершить транзакцию. Сюда. Мой первый заработок. Далее, я помню, мне сказали написать Дженни. Вот оно. Эй, Джена, привет. Не занята сегодня после пар? Можем зайти в волонтерский центр и сделать что-нибудь вдвоем. Эй, Джена, здравствуй. Как насчет встретиться после пар? Давно не проводили время вместе. А ты ведь классная девчонка. Джена, я больше не хочу быть волонтером. Да ладно. Так, ну давай. Привет, Джена, не занята сегодня после пар? Поделаем что-нибудь вдвоем. Мм? Ничего себе приветики. Думаю, найдем тебе занятие. Я сегодня хотела сходить в приют для животных. Как на это смотришь? Поможешь мне дотащить корм, а? Да, всё, лишь бы остаться наедине. Я передумал, ненавижу животных. Буду рад помочь. Встретимся в волонтерском центре. Давай лучше встретимся сразу в приюте. Не хочу тащить мешки. Ну ладно, буду рад помочь. О, супер. Но, если что, мы можем пересечься даже раньше. И потом пойти в центр вместе. Смотри, я после пар буду в 212 кабинете. Там и встретимся. Ты же не собираешься прогуливать? Хе-хе-хе. Нет, я не собираюсь. У меня отличная успеваемость. Так, время 6.35. Следовательно, примерно в 7.40. Я думаю, в 7.35 даже можно вернуться в комнату. А пока что до свидания. Приветствую сундучелло. Берем пшеницу. И не забываем о том, что мне нужно выращивать свиней, коров, овец и так далее. Потому что все больше квестов на то, чтобы я принес какое-то мясо, жир, кожу. Не круто, когда у меня вроде бы есть ферма, а я ее не улучшаю. Ну, точнее, не делаю популяцию еще больше. Кушаем, не стесняемся. А проблема сейчас есть еще одна. Я не могу просто взять и где-то достать пшеницу. Напомню, ферма, которой я пользовался, это универская ферма, которая прямо сейчас пришла в запустение. Потому что зима, холода. Ну, в общем, вы понимаете. Придется создавать, наверное, что-то свое. Так, свинки, плодитесь. Вау! А почему каждый раз тройня? А может быть и коровы тоже появляются двойней-тройней? Просто я этого не замечаю. Ладно, это, наверное, не самое важное, о чем надо задуматься. Задумаемся о деньгах. Сейчас у меня 15 тысяч. И я могу съездить в город, чтобы купить ту самую кирку за 13 300. Я куплю ее обязательно. Но только после того, как у меня появится хотя бы 20 тысяч на балансе. И чтобы у меня столько было, проверим, что сыра хочется. Во! Мне нужно больше мяса. А, нифига! 7000 ст дают. Так, получается, приготовлены бекон, говяжьи котлеты, куриное филе и бараньи отбивные. Самое тяжелое здесь это куриное филе, потому что это курятины, которых тоже нужно выращивать, а потом убивать. Черт, то есть не убивать, я имел ввиду, они просто сбрасывают кусочки мяса. Начать можем, пожалуй, с говяжьих котлет. Берем сырую говядину, потом все это режем. Тем не менее, 40 говяжьего фарша готово. Кладем это все в печку и пережариваем. Для задания все, что связано с говядиной, это все. Далее получается курица, баранина, бла-бла-бла. Но пока что я не буду убивать других животных, потому что пусть они растут, потом мы их снова покормим. Ну и уже после этого разберемся. О, эй, Ло. Что? Так, щас, щас, щас. Слушай, помнишь, Шерон говорила, что хочет продолжать поиски мироходцев. Эээ, ну если честно, не помню, но давай типа да. Так вот, я нашел одного подходящего. Он уличный музыкант. Недавно выступал у Оазиса. Звать Джет Беринг. Сегодня должен выступать в парке. Ты, это, можешь попробовать сходить, глянуть. Хе-хе-хе. А если ничего не выйдет, то хотя бы музыку послушаешь. Просто я почему-то почти уверен, что точно ничего не выйдет. Во всех переписках он бесконечно счастлив и всем доволен. Никаких несостыковок он тоже не замечал. Ах, ладно, удачи тебе. Эээ, ладно. А ты что будешь делать? Ничего? Реально? Просто анализировать информацию? Не, ну ладно, ладно. То, что он сказал про этого, как, Джетта Беринга, это уже важно. Но, я не могу туда просто отправиться, потому что, как минимум, сейчас утро. А во-вторых, у меня учеба. И, по-моему, мне нужно уже быть в комнате, потому что Карл скоро придет, да? Давай-давай, время 7.58. 7.59. Ииии. Ииии. Прям по таймингу, прям по таймингу. Карл, здорово. Да, привет. Всем доброе утро. Да, 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 уже выходим. Боже, блин, Карл, тебе самому-то это не надоело? Нет, ничуть. Если я не буду заходить, то кое-кто не пойдет на пары. Ой, плевать. Щас, щас. Мне так нравится это взаимодействие утреннее. Оно такое повторяющееся, но такое разное каждый раз. Так, блин, тихо. Все, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Каждый раз в наушниках самое главное. А я не знал то, что у тебя есть вторая пара наушников. Чет тоже на месте. Ой, вы уже здесь, что ли? Так, щас. Привет, Дилан. Ты сегодня ныл как-то меньше, чем обычно. Да, забей, это просто настроение хорошее. Да, хе-хе-хе. Ну ладно, пойдем. Иии, все. Блин, интересно, а вот взаимодействие с Ричардом, нашим однокурсникам, вообще как-то будут развиваться. Просто я его игнорил, наверное, все пять раз из пяти. Ну или сколько там раз он меня звал. Короче, все разы я его проигнорировал. И такое ощущение, что Арку с Ричардом я просто просрал. Можем называть это так. Просрал. Здравствуйте, оплатить проезд, университет. Да, а ты, да? Благодарю. Всем привет. Так, получается, сразу идем в 207 кабинет. О, здравствуйте, а вы кто? Эээ, как же я, блин, не хочу идти на бары. Кому они вообще нужны, а? Нам нужны, дурень. Как ты потом сдашь древние языки, а? Да, блин, ну да ладно, правда. Мне аттестация сложновато далась. Ты, ты права. Блин, если бы в жизни все так друг друга переубеждали, то споров в мире бы не существовало. Здравствуйте. О, привет. Прикинь, недавно набила татушку. Это совершенно не больно. Мама меня так запугивала. Не больно? Может быть, потому что у тебя порог боли маленький? Потому что ты автоматон. До свидания. Хм, чё? Блин, он мне так и не написал. Обещал, что сегодня мы точно встретимся. Ну вот как после этого верить этим мужикам? Не пишет и не пишет. Ах, мужики-козлы. Что тут еще можно сказать-то? Так, ладно, все, давайте зайдем в 207 кабинет, не будем терять времени. Всем привет. Ричард. Дуешься на меня, да? Так, с Реном не поговорим. С тобой тоже, с тобой тоже. Ника. Ладно, видимо, просто сесть. Дилан. Так, 52-й параграф. На всякий случай снова попробуем с кем-нибудь поговорить. Ну ладно. Так что Дилан печатает? Эй, Ло, главное не забудь. Тебе нужно встретиться с Дженой. Напиши, как поговоришь с ней. Понял. Да-да-да, я помню, я помню. Карл, привет. Не поговорим. А так, и потом мне еще нужна Джена. 212 кабинет. Знать бы еще где это 212 кабинет. Я же не запоминаю, где они находятся. А, вот оно. Джена сидит. Это, получается, ее подсобка рабочая. Назовем это так. Привет. Ой, привет. А ты что, уже освободился, что ли? Э, сейчас. Так. Блин, а ты быстро. Я почему-то думала, ты будешь минут через 10. Ай-яй-яй. Хе-хе-хе. Что, торопился увидеться со мной, да? Сейчас, сейчас. Ну давай, ладно, пойдем. Возьмем корм в волонтерском центре и поедем в приют. Так, а мне, мне, если что, поговорить-то можно будет? А может быть здесь поговорим? Камер вроде нет. Еще так, о, что-то. А, минус 20. В общем, мы не так давно начали помогать приюту, но реакция животных стоит того, поверь мне. Пойдем, пойдем. Ладненько. Приют так приют, но поговорить-то мы все-таки сможем. Вот, комната совещания, по-моему, идеальное место. Давай. Давай, бери. Ой, что это? Какая-то одежда странная. Стоп. Это же мои штаны. А какого черта? Джена? А, мне мешок взять. Другой взять тоже. В общем, смотри, идея такая. Мы сначала отвозим корм, а потом, если ты свободен, то можем погулять в парке. Я знаешь, что поняла? Я не могу вспомнить ни одного раза, когда мы с тобой просто гуляли. Хе-хе-хе. Это надо правда исправлять. Подожди, что? Да, ну мы гуляли. Ривервиль. Мы на байдарках катались. Я могу об этом сказать? Да, действительно, прости, после приюта мне нужно будет уйти. Ой, блин, там же это, Джет Беринг, Мироходец. Согласен, я бы с тобой хоть каждый день гулял. Ну, короче, я хочу по-любому с Дженой поговорить, мне надо это сделать. А Джет Беринг, он, возможно, ну, задержится. Может быть, подольше будет там танцевать, петь, кукарекать. А, действительно. О, супер, рада, что ты согласен. Давай, пойдем. Летс гоу. Только я так и не понял, почему здесь мои штаны. Черт возьми, я свои штаны всегда узнаю. Я и 10 лет их вижу. Осенние штаны Мироходец, это не мои штаны. Ой, не отставай. Кхм, привет. Мы пришли с кормом для зверушек. Так, здравствуйте. О, привет, рада снова видеть. Мм, ну давай. А, да. Вот. Офига, она прям взяла такая, и пофигу. Хотя, учитывая мой инвентарь, мне вообще по барабану. Таскаю все на своих плечах, в карманах. Кхм, Джена, а ты, я посмотрю, сегодня с помощником? Да, представляешь, вызвался помочь донести мешки сам. Если что, обращайся. Мы всегда рады помочь. Хе-хе-хе. Это основная цель нашего волонтерского центра. Ну, в целом все, мы пошли. Пока-пока. А мы не посмотрим на этот волонтерский центр? Просто целое строение ради одной... Я так рада, что ты вызвался помочь. Да-да-да, Джена. Блин, меня поражает, на самом деле, вот эти масштабы сезона, когда появляется какое-то строение с декорациями, то есть какое-то продуманное. И оно в сезоне, ну, секунд на 30 появляется буквально. За это, конечно, огромный респект, потому что, ну, чувствуется отдача. Так, по итогу, ты рада, что я вызвался помочь рассказать все? Ха-ха-ха. Прям сходу, реально. Джена, я хочу с тобой серьезно поговорить. Рассказать об автоматонах. А-а-а. Да, Джена, я тоже рад, что смог тебе помочь с этим. Я хочу с тобой серьезно поговорить. Рассказать об автоматонах. Да, я думаю, да. Э-э-э, знаешь, Лон, я что-то устала. Пойду посплю. Пока. Э-э. Что? Да, я, она просто испарилась. Какого черта? Реально, то есть каждый раз, когда один из автоматонов узнает об автоматонах, то все? Включается этот защитный режим? Так, погоди, а, написать, написать? О, могу. Дилан. У Джены такая же реакция, как и у Чеда. Я пытался ей рассказать об автоматонах, но она тоже сказала ту странную фразу про сон. Джена устала и пошла спать. Поговорим потом в общежитии. Джена устала и пошла спать. Мне нельзя политься, мне нельзя политься про автоматонов. Угу, окей. Ладно, ты не беспокойся, я ее перехвачу по пути в общагу. Прослежу, чтобы нормально добралась. Ты успеваешь на выступление Джета в парке, если что. Предложи Шерон сходить с тобой. О, черт, боже, ладно, вот как раз могу написать Шерон. Привет, ты свободна? Как насчет того, чтобы прогуляться в парке, ты воняешь? Что? Почему тут есть такой выбор вообще? Почему тут есть такой выбор? Ладно, ты свободна сейчас? Привет, Ло. Да, я сейчас свободна. Можем встретиться у моего дома. Эээ, нет, давай, слушай, я тут рядом с парком. Давай лучше прямо здесь. Окей, я сейчас подойду. Может вообще в общаге встретимся? Не, ну зачем нам общага? Нам нужен этот парк. Я совсем рядом с парком. Давай лучше прямо здесь. А, ну ладно, хорошо, я тогда скоро подъеду. Подходи ко входу в парк, чтобы я тебя не искала. Супер, окей, да, я подойду. Давай ты меня найдешь, потому что я потерялся. Что, почему я, почему я могу это писать Шерон? Да, подойду. Да отвратительно просто. О, все, мне даже думать не надо. Еще и заметку, походу, какую-то написал. Ну погоди, какая заметка может быть? А, это я Дилану написал. Что там он? Что-то хочет узнать? Подожди, куда ты собираешься? А, это он проследить за Дженой, точно. Во! Что? Что происходит? А, ты погляди, что он решил без меня сделать. Е-мать! Е-мать! Дилан-то посмотри, умеет и сам инициативу подключить, скажем так. Офигеть! Так, короче, парк, парк, парк. Вон, где... Вот, Шерон вижу. Так, машины. Аккуратненько. Не давите меня, пожалуйста. Эй, эй, Лу-ложка, я здесь. Привет! Да, привет, привет. Ну как, ты узнал что-то о мироходцах или ты реально просто предложил погулять? Ну, я могу рассказать про Джену. Могу просто сказать, что мы погуляем. И рассказать о Джете Беринге. Да, нас сейчас интересует вот этот мироходец Джет Беринг. Хе-хе-хе. А, так вот, значит, зачем ты меня позвал. А я уже размечталась, что ты просто хотел со мной поболтать. Ну ладно. Пойдем посмотрим на этого Джета. Ммм, такое ощущение, что мы уже пришли... О, Ло. Слушай, а это случаем не он? Ты знаешь, как выглядит этот Джет Беринг? Давай подойдем поближе. Хе-хе. Только не забудь, индивидуальный подход к каждому. Он творческая личность. Попробуй сделать комплимент его песням. Окей, кстати, это хорошая идея, хорошая. Да, смотри, написано Джет Беринг. Хе-хе, уже спойлер словили. Девушка, парень. Честно говоря, поет он просто отвратительно. Хе-хе-хе, уши вянут. Я погорячилась про любовь к его музыке. Спасибо, спасибо большое, большое спасибо. Хе-хе, завтра я буду выступать у торгового центра. Буду рад всем. Это было отвратительно. Это было просто ужасно. Джет Беринг. Здравствуйте. Привет, привет. Че, хочешь автограф, да? Хе-хе-хе. У меня нет с собой ручки. Так бы реально расписался тебе на руке, но... Э, эй, Джет, Джет, мы бы хотели с тобой поговорить. Да, знаете мое имя? Тьфу, да вы настоящий фанат, реально. О чем же поговорить? Хотите мне концерт приложить, да? Да, теперь понятно, почему ему нравится в этом мире. В любом другом мире он бы стал максимальным изгоем. Ты отвратительно поешь. Мы можем поговорить наедине? Мы хотим рассказать тебе кое-что. Я твой большой поклонник. Хочу научиться петь и играть так же. О, какой энтузиазм, парень. Хе-хе-хе. Ну, можем отойти в стороночку, там поговорим без гула восторженной толпы, сам понимаешь. А, вы уже уходите? Да, да, бублика моя невероятная. Муа! Всего доброго! Блин, ну вот знаете, вот реально клёво. Молодежь тянется к музыке, круто, блин. Эээээ, знаете, вообще мы хотели поговорить насчет ваших песен. Да, да, блин, да знаю я. Они вам нравятся, и чё? Они всем нравятся. Потому что от души, они от души, блин. Ну ладно, чё вы там хотели-то мне? Концерт приложить, да? Да, боже. вы мяроходец? Вам не смущает, что при полном отсутствии вокальных данных у вас так много фанатов? это съур какой-то они звучат очень необычно, эти песни. а вы случаем не из какого-нибудь другого мира ложка. это прозвучало ужасно. мог бы спросить напрямую с таким же успехом listen. dope plaboy. ologique реально про чё вообще? Ладно. Вы мироходец? Чё? А вы... Вы как догадались? Блин. Я чё, нас столько выделяю, что ли? Да нет. Мы просто спрашивали, чтобы проверить. Не бойтесь. Мы тоже мироходцы. Вот как. Так вы чё, вы фанаты или нет? О боже! Его реально интересует только это. Мы пришли, чтобы сказать, ты в опасности. Мы хотели познакомиться с другим мироходцем. Редко можно встретить кого-то из наших. Мы, мироходцы, должны держаться вместе. Я здесь, чтобы подружиться с тобой и помочь. Тут хоть и безопасно на вид, но вдруг что-нибудь случится, а мы поможем. Давай просто нейтрально скажем. Мы хотели познакомиться с другим мироходцем. Редко можно встретить кого-то из наших. Да и всё. Хм... Блин, ну вы... Тихо. Лучше не распространяться об этом. Это опасно. Слушайте, блин, ребят, мне нравится этот мир. Я... Просто я тут хочу остаться, но... Тут так спокойно, блин, ну и... Просто я тут слушателей нашёл. Я не хочу отсюда уходить. Теперь это мой дом. Вы же слышали, что мироходцев в разных мирах похищают, а? Слыхали, блин? Если мы будем тусить вместе, вероятность того, что нас всех найдут, увеличивается. А я... Я бы не очень-то этого хотел. Поэтому давайте лучше подальше друг от друга держаться. Ой, блин, а... Мироходцы, мироходцы. Ай, блин. И это тоже уходит. Мы же даже не рассказали об автоматонах, и что всё это симуляция. Как только услышал, что мы мироходцы, сразу решил уйти. Знаешь, а мы... Мы ведь можем попробовать его убедить. Возможно, это из-за того, что он ничего не знает. Блин, ну, не знаю. По его лицу было видно, что он как будто всё знает, но ему настолько нравится, что его супер-мега-вокальные данные здесь воспринимают как что-то офигенное, то он не хочет эту сказку рушить. Мне кажется, что он что-то подозревает, и не хочет, чтобы мы разрушили его сказ... О, что? Это же буквально то, что я только что сказал. Это буквально мои слова. Ребят, клянусь, я не читал перед этим. Прикольно. Ну, я тогда это нажму. Ну, ладно, возможно. Не удивлюсь, если в других мирах никто не хочет слушать его... Бленье. Фу, блин. До сих пор в ушах звенит. Кстати, я думала, что ты мне напишешь ещё вчера. Ты что, занят был? А, ничего, просто вчера весь день гулял. Рассказать всё. А, блин, она же не знает о том, что Дилана и Чеда похитили. Ну, не то, что похитили, а забрали на диагностику. И про то, что мы нашли старушку Престона. Ну, давай расскажем. Не знаю, почему бы, да? Шерон можно. Почему-то, мне кажется, можно. То есть, вы всё-таки нашли что-то полезное. Но вот то, что не удалось найти информацию о том, как уехать с острова, это плохо. У нас остаётся не так много вариантов, где найти эту информацию. Слушай, если родители Ричарда это уборщики, то он же должен что-то знать, да? Правда, я не уверена, можно ли ему доверять. Блин, он просто не похож на нашего союзника. Ладно, я не хочу об этом сейчас говорить. Я пойду. Тебе же ещё перед Диланом отчитываться. Пока, Ло. Пока. Пока, Шерон. Ой. Пока искал информацию, Дилан написал. А, вообще, вот, я нашёл. Завтра я буду выступать у торгового центра. Возможно, я смогу его завтра найти, может быть, как-то всё-таки переубедимый и так далее. Вдруг. Так-так-так, Дилан печатает. Так, слушай, Ло. Если чё, от Дженни не беспокойся. Я проводил её до общаги. Ага. Проводил. То есть, мы, как зритель, понимаем, что он там делал с этой Дженой, а вот как Лоу-ложка, как Лоу-ложка, не знаем. Ну, поехали тогда в общежитие. Как раз всё это и, может быть, поговорим. Потому что вряд ли он сейчас мне в переписке будет об этом рассказывать. Оплатить. Кампус Лаки Чармс. Внимание, следующая остановка не предыдущая. Благодарю. Так-так, Дилан, 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 Дилан. О, Дилан. О, ну, наконец-то. Привет. Так, сейчас. О, запер. В общем, я удалил причину её поломки. Потёр воспоминания о прогулке. Главное, никогда не упоминай прогулку при ней. Ты просто ей помог. Донёс корм и всё. Понял? Блин, слушай, как так вышло, что Джена сломалась? Давай рассказывай. Да-да, всё правильно. И после этого у неё включился защитный механизм. Я думал, что она отреагирует на автоматонов так же, как и... Я? Паттерн разве не за это отвечает? Или дело в том, что он расположен у нас в разных местах в коде? Хм. Блин, это начинает выглядеть как чей-то очень продуманный план. Если паттерн в её коде отвечает за что-то другое, то надо выяснить, за что именно, чёрт возьми. Так, ладно, перейдём от Джены к чему-нибудь попроще. Вы встретились с Джетом, и что? Он в итоге оказался мироходцем? Ну да. Угу. И он не сбежал, даже не дослушав до части с симуляцией. Я только сильнее убеждаюсь, что эта задумка всё бессмысленнее и бессмысленнее. Но это ваше дело, Шерон, конечно. Я понимаю, что она пытается их спасти, но... Мы должны думать о себе, ло. С ними будет сложнее всё провернуть. Да и они тут, типа, счастливы, разве нет? Вроде как такое себе спасение. Спасать счастливых. Короче, давай так. Я найду ещё одного мироходца, но если он скажет то же самое, то мы остановимся, окей? Во всяком случае предупреждаю. Я больше не буду вам с этим помогать. А теперь, давай, оставь меня. Я займусь поисками подходящей кандидатуры. Ладно. Окей. Так, на всякий случай попробуем поговорить, Чет. О, ло, прикинь, сегодня слушал рассказы Карла про его растения. Это оказалось, блин, даже интересно. Никогда бы не подумал, что будет интересно. Хотя, мне всё же больше нравятся животные. Вот. Понятно. Карл? Ой, сегодня поливал цветы, которые принёс в универ. Им там явно не хватает заботы. За ними, прикинь, никто не ухаживает, кроме меня. Может, даже не знаю, хорошее ли это было решение привести их туда. Эх, бедные цветочки. Это, кстати, правда. Вот то, что сейчас озвучил Карл, это... Это то, что я повсеместно замечаю. Так, Дилан, поговорим? Да нет, ну, я занят ещё. Всё ещё ищу подходящего мироходца. И знаешь, судя по всем перепискам, «Все счастливы!» Блин, я уже даже не знаю, кто может подойти-то. Продолжаю поиски. Угу. «Все счастливы». Вот такие пироги, как говорится. «Все счастливы, несчастлив только я». Пожалуйста, верните меня в мою родную вселенную. Верните меня. Я хочу снова встретиться с Акетрой, возможно, даже с Синбадом, Абди, с Джедейчем, Джодахом. Хочу, чёрт возьми! Ну, а если вы тоже этого хотите, или если вам просто нравится то, что вы смотрите, не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки. Также не забывайте то, что по ссылке в описании на Бусти выходят дополнительные серии по сезону, их можно глянуть. А тогда всё это благодаря вашей поддержке. Ребята, поддержка в последней реальности просто колоссальна. Мы это видим, мы это замечаем. Я, конечно же, надеюсь, что она будет только увеличиваться, потому что мы благодаря этой поддержке делаем большее, потому что дальше большее. и качественней. А вот если вы здесь впервые, то можете ещё и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Паттерн Джедейч. Всем удачи, всем пока, пока-пока-пока-пока-пока.